Картина Мона, латвийская картина из Латвии, представляет режиссер и автор сценарий Энарго Колмане, автор сценария Алис Колмане и автор Ирия Еременко, который вдруг встал со шоу-близко. Я смотрел вашу творческую карточку и понял, что это ваша первая полнометражная игровая карточка. Фильм, могу сказать, не секрет, но реальную ситуацию. Фильм снимался, может быть, не снимался, фильм создавался долго, очень долго. В принципе, он должен был выйти 5-4 года назад. Но у нас были проблемы с бюджетом уже на постпродавцы, потому что, когда мы начали работать в Исландии, все говорили «О, как здорово!». Но когда уже два кризиса подряд, кризис в Латвии и кризис в Исландии, у нас работы слишком часто приостанавливались. Это, конечно, было очень мучительно. Идея фильма выросла из короткометражного сценария, над которым я работала и дала почитать адресу. Он подключился, и это все переросло вот в часть того, что вы видели. Потому что сценарий перепередствовался несколько раз. И, конечно, с теми ресурсами и бюджетами, какими располагает Латвия по кино, ко-продукцией, это, конечно, там есть и свои теневые стороны, но это очень хороший выход. И, конечно, когда подключилась Исландия, это было очень здорово, потому что режиссер Фридрих Туру Фридрихсон выразил такое желание участвовать. Это интерес к сценарию. И у нас уже были первые пробы актеров. Практически были фотографии, потому что сценарий писался немножко необычно, в том смысле, что локации и места съемок искались не по сценарию, а просто мы уже знали эти места съемок и писался сценарий. Мы уже побывали в Скоттабоне, я знала, где будет дом дяди. Да, я подписалась уже по живой локации, можно сказать. После киношоков фильм показывается на международном фестивале в Исландии. Потом я знаю, что нас ждет Рим. Ну а потом будем дальше смотреть. Сейчас осень, мы начнем также показ снова в Риге. В Риге время прошел очень успешно, но по Латвии мы еще не показывали. Мы сейчас вот осенью начнем заново показать. Почему в вашем фильме вообще появился русский персонаж? Чем это обусловлено? Почему у вас есть персонаж? Глядя на меня, да? Вообще вопрос странный, потому что это, хоть все очень условно, и даже время условно, но это в Абрии, в Латвии живут и русские в отношении. И для меня Аркадий не просто алкоголик. Он для меня самый светлый персонаж от двух фильма. Почему? А оно слово то, что он русский? Или это просто там? Он не русский, он украинец. Там если, ну как это называется, доска подсчета, и там было написано Аркадий Шевченко, так что он украинец. Я хочу показать все-таки реальную ситуацию в латвийской деревне, где вот таким образом, как вы видели, соживаются русские матричи, есть и другие национальности. Так что это ничего из реального приходящего нет ума. По-моему, да, политикаритм здесь очень прочитывается жизнь в латвийской провинции, да, с той внутренней пустотой и кризисностью, которую, собственно говоря, эти русские провинции. Если меня спросить, если бы я был участвовал в формировании, да, меня это не смущает. Хотя бы по той причине даже политическая здесь такая, ну маленькая такая, возникает, что вот русский взял латышку и... потому что он когда-то там был кем-то, потом стал неким из-за безработицы, а потом где-то умерла какая-то тетка и он стал богатым и вполне. Это та реально красивая, умная девушка выходит в замок. А где это на экране известно? Когда он идет по дороге, он говорит, что у него умерла тетка и теперь ему нужно наследство получить, поэтому это оговоряется. Вот эти истические линии и, так сказать, сама, так сказать, история, помните, как бы, давай, у меня настолько они переплели, что я, в конце концов, там уже и запутался, были ли они вместе. Спасибо вам большое, потому что я получил удовольствие передерживать напряжение за счет актерских хороших работ. И, конечно, там есть и социальный слой, безусловно, который мы здесь все, так сказать, пытаемся из каждого фильма выводить, мало знаю это кино у себя на родине, я из Беларуси, но и я увидел эту среду, в принципе, вы ее показали, и, так сказать, и страсть, и любовь. Ну, спасибо большое. Я прекрасно поняла, почему героиня в конце заходит замуж, потому что, на самом деле, это вообще вся история про страсть, конечно, да, но еще одна, почему она корривируется очень со вчерашним литовским фильмом, потому что и тот, и этот фильм про то, что мы не знаем никогда, на что живет внутри нас и на что он способен. Три свинные души порежут на экране, это еще не магнитание. Магнитание очень серьезно выстраивает. Тут, вот, к сожалению, мне кажется, основная проблема этой картины – то, что она ничего не выстроит, и вот это вот напряжение, накалы – нет. Он просыпается, жанр не выдержан, потому что нет ни ужаса, ни… и даже любопытства. Потому что, в общем, понятно, что, как бы, действия настолько разводные, что, соответственно, все ясно, с другой стороны ничего не понятно, и уже через 15 минут становится очень печальный, и, к сожалению, какого-то, какого-то момента с переживанием не уступает. Мне очень понравился «Монстр». И то, что Монстр. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Mona, a story of life, love and slaughter